Доклада «Сообщение бессионерства в современной России. Лапкин и его деятельность». Одной из главных черт современного православного христианства является отсутствие прозелитизма. Причем эта особенность на сегодняшний день столь очевидна, была присуща русскому православию и несколько столетий назад. Сегодняшнее разительно безмятежное миссионерство Русской Православной Церкви особо заметно на фоне тотального прозелитизма христиан-претестантов, набирающего обороты популярности ислама, агрессивно-миссионерской деятельности нетрадиционных религиозных объединений. Такой ли была ситуация, скажем, на рубеже 19-х и 20-х столетий? Церковная история сообщает нам, что общий градус активности православного миссионерства ничем не отличается от современных показателей. Отличие одно – конфессиональное разнообразие современной России, которое наша страна не знала еще полтора века назад. Чем же объяснить сегодняшнюю размеренность православной духовной жизни и какими видятся будущие перспективы православной миссии? Проанализировать ситуацию и ответить на поставленный вопрос попробуем в контексте рассмотрения деятельности одного из самых ярких и самобытных православных миссионеров современной России – Игнатия Тихоновича Лапкина. Несмотря на полемическую открытость Лапкина, барнаульский самородок проводит в своем форуме в интернете до 18 часов в день и неоднократно выраженную им позицию «я, православный христианин», православной среде не умолкают споры. Не является ли Лапкин сектантом? Получил бытование даже словосочетание «Лапкинская секта». Формальных поводов для такого рода суждений достаточно. Во-первых, крестово-звеженская православная община города Барнаула, старостой которой является и Лапкин. А ее духовником – родной брат Игнатия Лапкина, протеерей Иолаким Лапкин. Находится под официальной юрисдикцией Русской Православной Церкви. Во-вторых, не умолкающая более 50 лет критика Лапкина в деятельности Московской Патриархии. В-третьих, нестандартный уклад общины, в основу которого положены благочестивые русские обычаи, внешне проявляемые в строгом следовании однажды принятому уставу общины, в том числе касательно и внешней эстетики. Мужчинам запрещено брить бороду, подпоясанную рубаху следует носить на выпуск, женщины должны покрывать голову двойным платком, край юбки или платья должен достигать ступней ног и ряд других положений, обоснование которым Лапкин, прекрасный знаток Библии, дает на основании священного писания. На вопрос о сектанстве крестово-звеженской общины дает ответ Степаненко, бывший руководитель миссионерского отдела Томской епархии, последователь известного отечественного сектареведа Дворкина. Проанализировав характер общины и деятельности Лапкина, Степаненко заключает, община Лапкина сектой не является. Камнями преткновения для критиков Лапкина выступают, как ни парадоксально, догматические положения православной церкви, на которых акцентирует всеобщее внимание миссионер, подчеркивая их первостепенный характер. Первое и главное – благовествование, евангельская проповедь, крестьянская миссия. Рассуждая о благовестии, Лапкин указывает на главную дилемму русского православия, говоря словами Лескова, «Евангелие никогда должным образом не было проповедано на Руси». По словам алтайского аполлокета, благовествование – первейшие обязанности христианина с момента крещения Руси, напомню, это был 988 год, и по сегодняшний день не было. А те редкие случаи проповеди христианства, на которые указывают историки, не более чем редкие капли, растворившиеся в океане тотального невежества. Между тем, важность этой заповеди, говорит Лапкин, должна быть известна каждому христианину, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, 10 глава, 12-17 стихи. Именно потому, что нет живой проповеди Христа, считает Лапкин, православие сегодня выразилось в белую магию православного обряда. А считающие себя православными, подавляющим большинстве нандарцев в серьезной и продолжительной катехизации. Второе. Соблюдение церковного устава. По статистике Лапкина, из действующих ныне 719 правил, 413, то есть 57%, умышленно и повседневно нарушаются. И проблема не в ригористическом формализме и в искажении духовных основ, подрывающих самое главное – духовную жизнь, путь к спасению. Здесь Лапкин указывает на отсутствие Всевышней Русской Православной Церкви должного отглашения, катехизации, порочную практику крещения, мочением лубов, а не полным трекратным погружением, согласно апостольским правилам. Повсеместную торговлю в храме, неуставной порядок требования денежной платы за таинство, требы. Кроме того, миссионер говорит об обязанности епитимии, исправительного наказания, строгой богослужебной дисциплине, внешнем благочестивом облике человека и тому подобное. Православные учения, предъявляемые к священнослужителям и мирянам, достаточно высокие, но требования эти библейского установления или соборные на основе священного писания, возведенные на уровень духовного закона, следствие преступления которого описано недвусмысленно, ибо возмездие за грех – смерть. К римлянам, 6 глава, 23 фига. И ревностный призыв Лапкина к должному соблюдению оных есть христианская забота о единоверцах, нуждающихся в духовном возрождении. Внимательный и непредвзятый взгляд на деятельность алтайского миссионера фиксирует одно – Лапкин не выходит за рамки православной традиции. Напротив, указывая на предание и на его согласование с писанием, он реанимирует из-за бытия церковные каноны, указывая на практически повсеместную симулятивность сегодняшней духовной жизни, на очевидное несоответствие современной церковной жизни с ее каноническими образцами. Называя Лапкина самым выдающимся миссионером современности, другой известный православный богослов и миссионер, протодиакон Андрей Кураев, говорит о нем следующее. «С чем-то я не могу согласиться, но у него очень много серьезных вещей. Он вдруг активизирует такие пласты. Опять тут не столько его мысли, но и списания, из отцов, из ретейской литературы, что мы могли забыть. Он напоминает, это же есть в нашем предании, и нельзя это так просто взять и объехать нас след на кривой ковыли ковыли». Возвращаясь к нашему исходному вопрошанию, скажем, не переписывает ли история церкви сама себя, не подменяется ли апостольский фундамент веры и православной мифологии. Размывание границ предания с реальной жизнью и элементарная библейская неграмотность, обусловленная миссионерской мертвенностью, выносят неутешительный репликт русскому православию. Православие вырождается в элитарную религию, переставая быть той духовной скрепой, которая исторически и культурно объединяет русский народ. Игнатий Лапкин, не будучи реформатором, но скорее консервативным революционером, показывает примером собственной жизни путь, который способен изменить взгляд на православие, как самих православных, так и православных. И начало этого вектора могут быть вынесены эпиграфом слова близкого по духу Лапкину Александра Сложеницына «Жить не по лжи». Спасибо за внимание.